Уряты! Все на площадь! Все на площадь! Смотрите, что делают! Звони всех таксистов! Пускай приезжают, оборить не становятся! Весь город на уши! Журналистов всех! Впадаю! Впадаю! Даже не знаю, с чего начать… …фм. Во-первых. Здрасте. Во-вторых, сразу хочу сказать, что я не политический блогер. У меня, в основном, развлекательный контент на канале. Я плохо разбираюсь в политике. И все сказанное в этом видео это мое мнение. Мнение человека, который родился и вырос в Россию. в республике Бурятия, город Улан-Удэ, где сейчас как раз-таки творится полный трэш, хаос и тотальный беспредел со стороны властей. И, конечно же, об этом я молчать не могу. Краткий экскурс для тех, кто не в курсе. Якутский шаман идет пешком в Москву изгонять Путина. Такая была моя первая реакция, но когда я узнал подробности, уже было не до смеха. Суть в том, что шамана и его единомышленников задержала полиция. И еще у них отобрали газель, на которую ему скинулись как на пожертвование. Я, я просто, блять! Рано, рано. Параллельно с этим в Улан-Удэ 8 сентября проводились выборы мэра города, на которых победил Игорь Шутенков, самовыдвиженец, поддержан Единой Россией. Выборы были нечестными и голоса покупались за 200 рублей. Покупались буквально за бутылку водки или 200 рублей. Никто мне ничего не обещал. Кто вам что обещал? Да 200 рублей. Кто? А они просили на выборах мэра за кого-то голосовать? Они за двух, и за это, и за этого. Все в духе Единой России. А его главного конкурента Вячеслава Мархаева поливает грязью на местных ТВ. Хамство и националистические высказывания чиновникам, а также непристойное поведение его родственников и приближенных. Бывшие однопартийцы и соратники сенатора Мархаева, который тратит сотни тысяч рублей. Все в духе Единой России. Но не стоит забывать о том, что... Все каналы теперь принадлежат государству, начиная от НТВ и первого канала, заканчивая там какими-то мелкими каналами, даже РЕН-ТВ. Но чем же Мархаев так не угодил власти? Назовите хоть одну инициативу правительства, которая была во благо нашего населения и увеличила благосостояние. Сложно будет что вспомнить. Страна и народ остались только с торговыми центрами, банками, грабителями и армией охранников и полицейских. Надо поднимать экономику с колен, а не обманывать прибавка в тысячи рублей. При крахе пенсионная система меняет, как правило, правительство, а не пенсионный возраст. Все в духе единой России. Сейчас набирает обороты тема искусственного мяса. Продукт выглядит как мясо, готовится как мясо. В США людям давали попробовать бургеры, и никто не догадался, что там используется не настоящее мясо. Производители таких бургеров зарабатывают на веганах миллиарды. Всего за два месяца. Акции компании Beyond Meat выросли с 25 долларов до 200 долларов. Инвесторами являются Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс и, конечно же, компания FTC. Только вдумайтесь, если бы вы инвестировали два месяца назад 10 тысяч рублей, сейчас бы вы уже заработали 80 тысяч. Если вы ранее не слышали о компании Beyond Meat, то в скором времени об этом бренде будут знать все. Спрос на эту продукцию будет только расти, а соответственно и цена акций будет расти. Зарабатывать вы можете прямо сейчас с компанией FTC. Начать можно будет всего лишь со 100 рублей и получать в сутки примерно 1,2%. Ссылка в описании. Незаконное задержание Александра Габышева и его единомышленников. Нечестные выборы спровоцировали митинги в центре города. Не нарушая закон, дорогу элементарно переходите по пешеходным переходам. Просто не давайте им повода. Ничего не нарушайте, никого не оскорбляйте, ни к чему не призывайте незаконному. Активный гражданин Дмитрий Баиров не стал церемониться и как раз таки все высказал в лицо новоиспеченному мэру. Это что за беспредел-то, а? Александр Габышев, шаман из Якутии приехал, а вы занимаетесь, уважаемый или неуважаемый Игорь. А вы, репатеры, вы почему-то не показываете, не снимаете. Продажа, черекарпат. Как вы видите, его задержали и поломали. Все в духе единой России. Митинг, кстати, продолжался достаточно долго и люди оставались ночевать на площади. Но на следующий день приехал ОМОН разгонять людей, а вместе с ними и неизвестные в масках и с топорами. И у меня, знаете, вот один вопрос к властям. Вы че, ебанулись там нахуй? Не-не, я все понимаю, да, я все понимаю, там, митинги, нахуй вам это надо? Ну вы че, ебанулись? ОМОН, блядь, призвали разгонять просто людей, нахуй, их там немного-то было. Ах да, для тех, кто думает, что это газель, это какие-то левые люди. Вы думаете, все так просто? Вот, посмотрите на видео, полицейский, ОМОНовец, да, отгоняет обычного человека от этой стайки гопников с топорами. Какого вообще хуя? Сука, я, я извиняюсь, я извиняюсь, да, при всем уважении, ебаный в рот. Это гопники, блядь, какие-то с топорами приехали на газели без номеров. Ах да, эта газель, кстати, стояла около администрации города Улан-Удэ. Ха-ха, совпадение, блядь, не думаю. Что за люди в масках пришли и начали? Это люди, эта газель стояла возле администрации города. Почему с топорами они вышли? Они вышли специально, нанятые, 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 все понятно. Я понимаю, сотрудники полиции бы пришли, ну, арестовали бы каких-то. Да, это провода. А что такое, что за топорами тут люди бегают с масками? Сотрудники полиции бездействуют? Что это такое-то? Вот Ихарь Шутенков, да, лично этот приказ, видимо, отдал или как. Вы серьезно разгоняете обычных людей с помощью ОМОНа? И кучки бандитов с топорами, блядь? Вы че, вообще пизданулись там нахуй? Я все понимаю, там, деньги, власть, да, все это такое. Но тут же люди стоят. Вам че, вообще человеческое здоровье, человеческие жизни? Для вас они что-нибудь значат или нет? Вот оно, вот оно лицо путинского правления. И для всех тех, кто, возможно, сейчас подумает, «О, ну это где-то там, в Бурятии там, хуй на них, да?» Нет, ребята, это олицетворение просто всей России сейчас. И уже недавно были митинги в Москве, блядь, в столице, где людей просто хуярили дубинками. И вот сейчас это повторяется опять, но только в Улан-Удэ. Я представить себе не могу, что вот город, в котором я по этой площади ходил, гулял, да, что там вот такая хуета происходит. Своим зрителям, я тоже говорю, если вы думаете, что вас это не касается, это не так. Мы все живем в России, мы все сейчас здесь. Мы, нам еще долго жить, да? Вашим детям, там, женам, семьям здесь жить, понимаете? Моя семья живет там, в Улан-Удэ. Моя мама ходит там, по этим дорогам, по этим митингам, блядь. То есть, вы понимаете, да? Вы понимаете, насколько власть охуела, насколько... Не, не-не-не-не-не, не обнаглели, да, не оборзели. Они реально охуели. Просто за то, что человек высказывает свое мнение, да, что он недоволен. И явно незаконными действиями со стороны полиции, да, я про задержание шамана там и так далее. Если этим человек недоволен, можно его закрыть. Я все понимаю, что деньги там, что вы у кормушки находитесь, вам нужно воровать там для своей семьи и так далее. Ну, блядь, грани-то какие-то должны быть. Ну, грани-то какие-то должны быть. А если бы завалили бы эти ваши, блядь, гопники с топорами кого-нибудь. А вам похуй, да? Вам похуй. Для вас бабки важнее. Почему бы просто не убивать двух зайцев? Да, понятно, что все воруют, понятно. Но можно же это делать поменьше. Можно же воровать не на очередную яхту и там дом за границей. Можно же маленько, блядь, аппетит-то свой унять и хоть чуть-чуть, хотя бы, сука, хотя бы чуть-чуть поработать на благо народа, которому вы, блядь, у вас основная миссия это делать. Но нет. Нет. Настолько жадные свиньи засели в правительстве, везде, блядь, просто Россия нахуй, одна сплошная, блядь, коррупция. Настолько засела у них вот эта, блядь, жадность, что не могут отпустить уже всеми возможными способами пытаться удержать свою власть. Но знаете, в чем суть? Вы можете заткнуть, да, вот этого росгвардейца, который высказал действительно свое мнение и пошел против системы. Уважаемые жители Буреттии, мы, граждане России, высказываем свое недовольство прошедшими выборами и предшествовавшей ей кампании, а также выражаем вводом недоверия новоиспеченному мэру города Ланудешу Тинкову Игорю Юрьевичу. Мы против репрессии, которые охватили наш город, свободу политзаключенным. Задержания были все незаконными. Прямо сейчас в это время проходит согласованный митинг в 43-м квартале, это в парке юбилейный. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы. Вы можете заткнуть этого Дмитрия Баирова, да. Правда, глаза колят. Выходите, я не боюсь. Просто надо поддержать меня. Вы можете заткнуть шамана, который идет изгонять Путина, но всех вы заткнуть не сможете, ребята. И вы знаете, не нужно быть каким-то политологом, да, чтобы видеть очевидное. Вы, блядь, на улице просто выгляните. У меня под окном, у меня сейчас под окном просто какая-то бедность, блядь, разруха нахуй, частный сектор. Выйдите на улицу, дороги все разъебанные. Да чё далеко ходить? Сколько вот вы зарабатываете? Я на канале у себя брал интервью у людей, которые работают в разных сферах. Это пиздец, блядь. Это пиздец. Какие там условия труда, какие там зарплаты. Я поражен, почему люди работают. Я сам хуй на это клал, поэтому я сейчас снимаю видео эти все. Потому что невозможно, блядь, по-другому прожить. Страшно ли это, да? Безусловно. Я не знаю, как, что может помочь этому. Только общественный резонанс, наверное, сможет хоть как-то повлиять на нынешнюю власть, хоть как-то повлиять на нынешнюю ситуацию. Что нужно для этого общественного резонанса? Сразу скажу, не нужно подписываться на мой канал. Потому что у меня абсолютно другой контент, вы просто не будете его смотреть. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, это поможет в продвижении, для того, чтобы этот ролик увидело как можно больше народу, чтобы был общественный резонанс. Завтра в инстаграме я выложу пост с этим хэштегом. Поэтому, ребята, я вас прошу, все, у кого есть инстаграмы, там, вконтакте, ставьте эти хэштеги, тоже выкладывайте посты. Блогеры мои, коллеги, которые меня смотрят, возможно, не проходите мимо. Освятите эту тему, нам всем здесь еще, сука, жить. По сей день митинги там продолжаются. Вот этот парк, он около моего дома находится. Это просто, это пиздец. Это пиздец.